Всем привет, друзья, меня зовут Влад, мы продолжаем с вами Shadow Fight 3 и у нас теневой пропуск. Новый сегодняшний наш босс будет нами побит с помощью короля обезьян. Я решил поиграть в этом сете, потому что, ну, типа три бонуса он имеет в себе и дракон гвардии сегодня у нас с тобой это правило. Дракон гвардии это человек, который с помощью своих ударов копит теневую энергию и делает это... Я сейчас подтянулся, потому что мне было так лень говорить дальше. Вот, поэтому давайте, собственно, продолжим. Начнем сражаться с ним с помощью короля обезьян. У короля обезьян есть три бонуса из фляги, это защита, атака и хпшечка. Надеюсь, все будет работать очень хорошо. Давненько я не играл в этом сете. Также, конечно же, очень хочу, ну, не очень хочется поскорее февраль, чтобы играть в ивент короля обезьян, но просто хочется тоже усилить, обновить экипировку его и, собственно, подусилить этот сет на максимальную мощь, конечно же. Лови дракон гвардии. Так, пригнайся. Оу, хорошо. Так, эта фляжечка вроде мне защиту дала или что? Я что-то сейчас проглядел. Вот сейчас атака. Ну, это хорошо, это красиво было. Атаку сейчас она дала мне и, собственно, в лоб ему влетело. Это круто. Так, ну, смотри, поначалу пока что все идет неплохо. В шестом играть достаточно не то чтобы сложно, но многие не берут это оружие как бы всерьез какой-то, потому что, ну, кто-то берет, допустим, Яйда Катану Завестников, Дадау берет за Династию, за Легион с радостью может отыграть в каком-нибудь, что-то можно взять там, в Отреченном, допустим, да, с мечом с этим своим. Но шест, это оружие не каждому дано, как и гигантский меч, кстати, в Легионе. Он тоже не каждому дан. И, собственно, добавив немножко ХП, Дракон Гвардии отправляется домой. Вот. Поэтому говорю, что это очень круто играть в этом сете, потому что это реально уникально. Поехали. Оу, хорошо, сразу получает товарищ в лоб, это нормально. Блин, не достал. Так. Отлично. Лови еще. Блин, прикольно, кстати, что в блок не попало, и сейчас очень здорово. Воу, товарищ-то выбил у нас оружку. Хорош. Молодец. Ну что, будем в рукопашку сражаться. Лови атаку. Так, воу, нифига себе заблочил мой верхний. Неплохо. Так. Тише, тише. Ну-ка, ХПшечку я чуть себе добавил. Очень крутой сет. Реально очень крутой сет. Надо, на самом деле, почаще в нем играть. Все-таки, давайте будем честны. Король обезьян, это первейший ивент в игре. Первейший. До свидания. Красиво. Смотри, как его, смотри, как его перековеркало там. Вы видели от этого удара? Вот это нормально было. Первейший сет в игре с первейшим ивентом. Поэтому к этому сету, я думаю, нужно особо почтенно относиться. Потому что, ну, король обезьян все-таки первейшим к нам пришел и сказал. Ребята, я привел разработчиков Бонзай к такому решению, что в игре нужны ивенты. И я принес вам этот ивент. Да. Выживание на 10 бойцов. Там 10, по-моему, было, я помню. Точно не 8. Десяточка была прям чистейшая. Так, окей. Ну что ж. В большой семье, кстати, у меня тут наградики есть. Давайте, собственно, наверное, их заберем с вами, распакуем. Потому что сейчас у меня в большой семье вроде как все неплохо идет. Вроде все копится. Вроде все неплохо накидывается. Уже почти третий этап я здесь забрал. Вот. Секреты теневого пропуска. Вот я тоже думаю, думаю. Может, заберем их тоже, чтобы уже доделать это задание, собственно. И не париться ни о чем. Думаю, нужно все же взять и забрать это. Давайте, наверное, откроем легендарный сундучок с вами. Его должно, в принципе, хватить для того, чтобы покрыть весь теневой пропуск. Так, это танцующие сабли, друзья. Следующая будет легендарка. Как думаете, что это? Я думаю, это какое-то оружие. Нет, это, конечно же, отреченность. Отрешенность. Отрешенность. Отрешенность и солярные бомбочки. Отвага. Ну и, конечно же, монеты. В обычной карте обычная карта. Ну, естественно. В рекламной карте, точнее. И 23 тысячи монет. Ну, судя по всему, марафон мы закрыли. Поэтому давайте, собственно, заберем его. Да, секреты пропуска сделаны. Так, ну, сейчас бы хотелось получить оружие, конечно, с одиночной карты. Поэтому, давай. Отлично, Арбитер. Смотри. Только вспомнили про это оружие. И сразу же оно выпадает. Круто. Так, ну и легендарный мир Джун второго мира, собственно, второй части. Посмотрим, что здесь тоже дропнется. Надеюсь, что-то интересное. Так, это Эквилибриум для Вестников нам выпал. Это Шинкователь. Это Корона Демона. Это Роскошный Жилет. И Превосходство. Вот, кстати, Шинкователь тоже прикольно. Считай, два предмета из сета выпали. Ну, если бы он был у нас не собран, да, тогда мы сказали, вау, нифига. Да, но у нас этот сет собран, устойчивость за него дана. Поэтому, блин, усиления такие приятные здесь. Были бы только эти печенюшки зеленые. Я бы с радостью поусилял. Тенерес стоит за 14 400 лямов. Все так весело, все так прикольно. Слушайте, давайте, наверное, попробуем вскрыть, наверное, один пак. Потому что многие открывают и кому-то везет. Не знаю, выпадали ли кому-то печенюхи вот такие с таких паков. Но мы можем с вами попробовать раскрыть один и посмотреть, что, собственно, из этого получится. Так, давай. В одном из таких паков нам 300 рубинов после нагила выпало. Ух ты! 120 редких ключей. Ну, слушай, это неплохо. Мы, кажется, мы можем даже с тобой, знаешь, что сейчас сделать? Вот нам выпало 120 ключей. Можем пооткрывать редкие сундуки. Так, ну, как минимум, как минимум, 5 таких сундуков мы точно откроем, а то и 6. Посмотрим, может нам эпическая карта отсюда выпадет. Было бы, конечно, неплохо. Но, я думаю, ничего такого не будет. Ну, немножко голды подфармим зато. Около 100 тысяч, наверное, в сумме где-то мы голдушечки замутим. Может 110 тысяч. Смотря сколько сундуков откроем. Так. Но в последнее время очень редко, кстати, стали падать типические карты из этих сундуков. Поэтому, я думаю, нет смысла ждать от этого чего-то такого прям мега интересного. Так, редкий сундук. Следующий поехал. Подводная маска, значит, ограничители. Шлем мародера. Пишите в комментариях, кстати, когда в последний раз с редких сундуков вам выпадало что-то стоящее. И когда в последний раз вы видели легендарку из этого заветного синего сундука. Потому что я уже, если честно, даже не помню, когда в последний раз тут эпик доставал. Вот. Наверное, это еще было в более старых версиях игры. Вот. Так, окей. 23 тысячи монет, друзья. Так, ну остается еще один сундук. И, возможно, мы еще немножко ключиков докинем и посмотрим. Ну, на самом деле, вот для новичка, допустим, игрока-новичка, да, получить 120 ключей. Вот он только начал играть. Там третий какой-нибудь левел у него, да. Там ивенты или четвертый левел. Ивенты открываются. Так, мы можем еще походу открыть, да. Да. За пять вот этих печенюшек мы получаем 120 ключей. Вот в моем случае, если бы какому-то игроку выбало 120 ключей. То есть, он уже может открыть себе четыре таких редких сундука. Вот он, новичок, и он открывает четыре редких сундука. Наверняка ему дропнется именно вот уже какая-то значимая часть экипировки, которой он сможет вытаскивать катки. Это круто. Так, у меня еще победить босса останется. Поэтому я считаю, что для новичков как раз-таки это событие очень клевое. Очень реально клевое. Ну и плюс, ко всему прочему, получить сразу же уникальный сет Нагила и выносить в этом сете всю вторую главу или там, не знаю, третью главу, как удобно. Это, я считаю, очень здорово. Ну, у всех олдов, кстати, да, сыграем пару дуэлик, давайте. У всех олдов, если так быть честными, да. Первый ивент, конечно же, был Королем Обезьян. Я еще раз повторюсь, да, я в то время вовсю уже играл. Потому что как только она релизнулась, эта игра, я сразу же, собственно, стал ее записывать. Меня многие олды помнят. Многие до сих пор смотрят канал. Многие до сих пор остались. За что им огромное спасибо, потому что без вас нас бы сейчас точно здесь не было. Да, я не совсем много подписчиков за это время приобрел. Я не снимал с 2014 года Shadow Fight 2. И не имею аудитории, как, допустим, у того же Артема Солохи, да. Я, ну, ладно, не буду сравнивать себя с ним, по той причине, что как минимум я не записываю моды и не делаю сражения Коронавирус против человечества, там, или что-то такое. И при этом подставляю бойцов теневых вот этих двух, ну, серьезно. Я считаю, что это, ну, такое себе, конечно, дело, и жду что-то интересное в Shadow Fight 3 в рамках официального, конечно, потому что, ну, моды, это, конечно, прикольно, это весело, но не более. Да, это набирает просмотр, но если даже я бы снял такой мод, это было бы, наверное, зашкварно с моей стороны. Поэтому, очень печально, конечно, очень меня печалит, что видосы набирают не так много просмотров по Shadow Fight, как набирали раньше, по крайней мере. Поэтому, не знаю, с чем это связано, кому-то Шадик приелся, кому-то еще что-то, но сейчас ничего больше на моем канале не набирает просмотров, поэтому остается только так. А вот, я стараюсь над роликами очень долго, но, к сожалению, фидбэка очень мало. И хочется отметить, что мы постоянно, вот я конкретно постоянно всякие эксперименты с качеством видео провожу, что-то мучу, что-то делаю, что-то, короче, пытаюсь всеми способами оптимизировать контент. В общем, не было такого дня, вообще, в принципе, не было у меня такого, у меня не было вообще свободного дня, чтобы я что-то не записывал. Я постоянно в каком-то, я не знаю, в космическом состоянии нахожусь и что-то записываю для вас. Вот, но ни хрена с этого не имею, по сути, и это обидно, у меня потихоньку складываются руки порой. Вот, и постоянно оптимизирую контент. Но, к сожалению, труды не ценятся, и это очень, ну, так себе, конечно, все это дело. Вот, поэтому, вот. А тут еще пишут, ой, продался там, продался там, продался там. Ребят, просто, просто никто никогда не делает все просто так. Вот и все. Вот. Все хотят что-то, чтобы у него было. Вот. Окей. Редкий сундук, друзья. Мы получаем, мы прошли две дуэльки, пока с вами спич такой вели. Просто я хочу, чтобы люди понимали, если они аудитория и они подписаны, у них должно быть какое-то уважение к автору, к блогеру, к ютуберу, которого они смотрят. Если они хотят такого же уважения, потому что без уважения взамен такое же не получишь. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok